Я приветствую вас, мои дорогие любители рукоделия вязания спицами. Сегодня мы поговорим о том, как продвигается мой проект кученели с пряжей из хлопка, тоже кученели. Также я расскажу о том, как я делаю миксы, мы поговорим о летней пряже с кашиниром. И также я расскажу о том, какие продавцы меня очень сильно восхищают. Может быть и вы поделитесь потом в комментариях тем, где берете пряжу вы. Итак, начнем? Несколько слов о том, как я вот уже сейчас довязала все то, что вы видите на пуловере кученели. Это и свитер по мотивам кученели, и пряжа тоже кученели. Это хлопок стопроцентный. И узор, который я получила благодаря великолепному сайту, который я нашла в Пинтерест, но, к сожалению, в 39-м ряду были некоторые неточности, и мне пришлось немножко исправить. И я благодарю Дарью с сайта Везунчик Вяжем Вместе за то, что она вообще в принципе опубликовала эту схему. Но вот, к сожалению, у всех у нас бывают ошибки. И вот пришлось все-таки, когда два рапорта я начала вязать подряд, чтобы мне измерить, каким образом ложатся петли на спицах, то выяснилось, что там пропущены два убавления. Ну, если вам понадобится схема с исправленным вариантом, вы уже знаете. Бегом ко мне в Инстаграм. И там, можете написать не в Дарик, я пришлю вам исправленную схему. И несколько слов о лайфхаках. Вязала я по кругу. Здесь 10 рапортов в ширину. То есть я набирала 225. 22 петли в рапорте, в одном. Очень хорошо ложится узор друг с дружкой. Но, конечно, привыкать к новому узору сложно. И поэтому я советую, когда вы вяжете первый раз какой-то узор, и вам нужно контролировать процесс, берите маркеры и выделяйте начало и конец рапорта. Так будет легче понять, чтобы не сливались все петли в одно единое полотно. Что здесь делала я? Скос плеча. Я неоднократно говорила, Светлана Коломитц сделала роскошные мастер-классы. Видео мастер-классы вы можете пройти на ее канал, посмотрите, выбрать для себя. Вязала я снизу вверх, скос плеча и скругленная горловина. Переживаю, что петли сейчас на горловине немножко спустятся. Но я поймать их успею. Вот так я выделяю всегда маркером. Это спинка. Для того, чтобы мне потом не искать переднюю часть и спинку. Все завершила, вижу горло, набрала по тем петлям, которые оставила на горловине. И улыбаюсь, потому что у меня очень хорошее настроение. И благодаря вам в том числе. Вы такие добрые слова пишете. Вы такие щедрые люди. Наверное, счастливые. Люди, которые пишут столько теплых слов, наверняка живут полноценной, гармоничной, счастливой жизнью. И я рада, что у меня такие подписчики. И я тоже стараюсь с вами делиться и радостью, и приятными, кстати, впечатлениями. А впечатления мы поговорим попозже. Я покажу вам, да что же меня так вдохновило. Что же мне так понравилось. Анна София из Дании. Вернемся к нашему кочанели. Вот по этому краю я буду набирать петли для рукава. И вязать его достаточно свободным. Ну, то есть он не будет сразу заужаться, он будет достаточно свободен. И мы сейчас с вами приступим к тому, какие же проекты меня ожидают и какую пряжу я заказала. В ближайшее время она пришла, вот всю ждала, чтобы она вся скопом пришла, чтобы мне вам показать, как я делаю миксы. И мы сейчас начнем этот обзор пряжи и продавцов. И мы сегодня, я, пряжа, мейкап мой, все в одном, как бы, тоне, все сиренево-розово-фиолетовые. Может быть, это не случайно, настроение такое, знаете ли, цветочное. И давайте я расскажу про пряжу. И про продавцов. Филата Браво, есть ссылка всегда в описании. Это магазин, который меня сопровождает уже достаточно большое количество времени. Проверенный продавец, великолепно, Светлана продает, сервис у нее великолепный. И Филата Браво пришлось купить для микса, не пришлось, а вот купила для микса, 80% с пушеный меринос и 20% ПА. Я буду обязательно здесь вам точные данные пряжи с фотографиями публиковать, чтобы вы могли еще и визуально посмотреть, почитать, что же там в этой пряже. Невесомая, легкая, ну нежность, я не знаю даже с чем сравнить вам вот с нежностью. Ну какой-то нежный котеночек. Очень пряжа объемная, что дает возможность экономично вязать. Я неоднократно говорила, что даже одна ниточка тоненького махера в 1000 метров 100 грамм позволяет нам с вами выбирать спицы достаточно большие и сделать изделие легким. Вот к этой пряже мы еще вернемся, к этому мериносу. Он такой нежно-молочно-белый. Не прям абсолютно. И мне он нужен был для микса. Про миксок поговорим позже. Теперь по поводу пряжи с кашемиром. Продавец, благодаря которой я и мои заказчицы носят шапку Фуксия. Вот она, посмотрите. Износила и впервые в мир освежает очень суровую зиму Волгограда. Зима у нас такая, знаете, не норвежского, не скандинавского стиля, когда все беленькое, красивенькое, как у Дарьи Некрасовой, которая из Норвегии показывает нам ландшафты очень часто. Блогер в Ютубе. И вот этот потрясающий, великолепный хлопок с кашемиром, также, если говорить о тактильных удовольствиях, то это психотерапия. Вот для тех, кто хочет получить удовольствие, берите смело даже на лето пряжу с кашемиром. Лаки Лама Вулл, магазин, в Инстаграм. Искала исключительно цвет Фуксию, легкий кедмахер. Ну, на тот момент, когда я искала, тонкий кедмахер для шапок. Заказали сразу три шапки, двойные. Вот, я вам всегда фотографию публикую, здесь вы сможете смотреть. Все понятно, доступно. Я люблю таких продавцов, которые уважительны. Реакция, даже если когда-нибудь быстро, они пишут, а мне было занято. Потому что мы же переживаем, видят нас, не видят, хотят нам ответить, не хотят. Это пряжа для проекта, который будет называться Кардиган Мята. По моему описанию, мне заказали. И вот я буду вязать из вот этой восхитительной, нежной, для релакса пряжи с кашемиром. Ну, вот сейчас вот даже держу, вы знаете, хочется ее тискать. И приступим к следующей, которая пойдет миксом. Ну, я расскажу, конечно, сначала про продавца. Итак, Филата Браво, Лаки Лама Вулл и следующий продавец, о котором бы я хотела сказать, Мона Лиза. Это уже третья посылка от Мона Лизы. Это Крым. Прекрасный, великолепный Крым, куда я непременно буду возвращаться снова и снова. И эта пряжа с кедмахером, она у меня заказана для микса. Микс будет из нескольких нитей. И я сейчас вам покажу, как я буду формировать этот микс. И этот микс я буду делать для проекта под названием «Кардиган бланманже». Вот, знаете, закончить осталось совсем чуть-чуть, мне для того, чтобы выпустить, наконец, этот мастер-класс под таким безумно красивым названием «Бланманже». И вот связала я для своей подруги на юбилей. Ей очень понравился, поступили заказы, я вязала. Вся фишка в этом гардигане, в миксе пряжи, что там пряжи и с пайетками, или, может быть, с шишибриками, и с какими-то бусиками. И вот в микс пряжи, в микс, который вот я приготовила сейчас, показать, что же это будет за новый бланманже, будут вот такие микропайетки. Эти микропайетки были куплены в магазине «Приалка», он в Волгограде. Там все цвета радуги этих микропайеток, цена достаточно скромная, я, по-моему, 200 рублей за 100 грамм. 700 метров в 100 граммах у этой пряжи, поэтому смело можно взять 200, всего 200 грамм, извините, и вам хватит на плечевое изделие. Туда же пойдет меринос, очень тонкий, больше 1000 метров в 100 граммах, в этот микс пойдет, в кардиган бланманже, для того, чтобы создать такую розовую дымку. Вот этот потрясающий от Филата Браво меринос и хидмахер, который я заказала в монолиде. Вы видите, какая география у этого микса, то есть мне приходится по крупицам покупать пряжу у разных продавцов. Ну, вот такие пожелания были у моей заказчицы, чтобы был в таком нежно-сиреневом тоне этот кардиган бланманже. Ну, и будет соответствовать, конечно, своему названию, потому что название я дала из-за десерта, который предложила моя подписчица, и мне понравился, так сказать, этот ее предложенный вариант, потому что действительно все цвета очень похожи на десерт французский. И я сейчас расскажу, каким образом я, когда у меня происходит немножечко профессиональное выгорание, наверняка вы знаете, что это такое в вашей профессии или в вязании, я расскажу, где же я черпаю вдохновение, откуда мы можем взять вот это желание создавать и вязать. Эту девушку зовут Анну Софию. И мы с вами сейчас посмотрим на ее работу. И вот, пожалуйста, посмотрите, как выглядят работы Анны Софии. Она живет в Дании. Вот подробно она в шапке своего профиля, в аккаунте Инстаграма, она написала, кто она, чем она занимается. Она очень часто вещи демонстрирует на себе. И вы знаете, на вяжи.ру я даже нашла описание ее свитера Агустин номер 9. Так что вы можете бежать на сайт вяжи.ру, приобретать описание, круглая кокетка, сзади у нее капелька у этого свитера, посмотрите, пулловера, джемпера, сзади капелька, а вот в эту стоечку вратни вставлена лента и очень красивый бант сзади. Пышные рукава, достаточно удлиненная, среднеудлиненная спинка. Мне кажется, что это очень романтичный образ. Может быть, я и свяжу, но я же, вы знаете, я говорила вам, что мое вязание и то, что я вяжу, зависит от того, что мне заказали. И я, к сожалению, пока сейчас занята, к сожалению, может быть, к счастью, занята только тем, что я реализую чужие желания. Ну и свои тоже, потому что мне нравятся текстуры, которые я создаю. Мне нравится совместно работать с моими заказчицами, потому что сначала я присылаю варианты, они отсматривают, говорят, да, может быть, посветлее, потемнее. Мне нравится идти в данном случае на поводу, потому что в итоге получается то, что нравится двоим. Это тому, кто это будет носить, и не кто это исполняет. Так что я вот иногда думаю, я исполнитель чужих желаний. Свои я тоже исполняю. Есть люди, которые исполняют мое желание. Вот, и вам того желаю, чтобы у вас были такие люди. А мы вернёмся всё-таки к Анне Софии. Восхитительные, нестандартные вещи. Почему я задавала вам вопрос в предыдущих своих роликах? Вы за практичность или за креатив? Вы знаете, что? Ну, всё-таки разделилось мнение. Вы такие хитренькие. Вы сказали, мы за практичную креативность. Ну, не всегда, может быть, это так бывает или так получается. И что хочу сказать вам я. Всё-таки в гардеробе должны быть и вот такие вещи, как она пишет Анна София, с ностальгией. Или, может быть, вещи, которые в ретро-стиле. Или с налётом, с таким сопылением винтажности. Конечно, они очень, видно, что очень качественно выполнены. Видно, что эти вещи сконструированы каким-то особым кроем. Вот, посмотрите, как выглядит её аккаунт. Если хотите повдохновляться, пожалуйста, вперёд. А у меня к вам опять просьба. Видите, как щедро я делюсь с вами то, где я покупаю, за сколько цены публикую. Мне бы тоже было интересно. Скажите, вы в интернет-магазинах или в Инстаграм, или на ярмарке мастеров заказываете пряжу, или вы любите идти в магазин и её потрогать, или доверяете продавцам. Мне бы было очень интересно, если бы вы написали о своих продавцах. Потому что вот в предыдущем ролике комментарий был, и оставила комментарий одна моя зрительница, что, ой, как хорошо, что вы сказали, что Монализа, я тоже у неё заказываю. Она такие всегда подарочки присылает. Да, мне тоже прислали крымское мыло, лавандовое. Я забыла вам показать. Ну, мы сейчас прервёмся на некоторое время. Я, конечно же, достану из своих запасов подарков то, что прислала мне Наталья из Монализы. А вас попрошу, после того, как закончится этот ролик, напишите, где вы пряжи любите брать. И напишите о тех продавцах, которых вы очень сильно любите. Я думаю, что наверняка им будет очень приятно, что их упомянули. И это будет наша с вами благодарность тем людям, которые являются посредниками к созданию прекрасных изделий, которые мы с вами вяжем. А я побежала за мылом. Вот, знаете, всё люблю прятать. Все подарочки, все какие-то там эти самые, маркеры мне присылают. Я не пользуюсь долгое время. Знаете, вот с детства у меня такой вот сложить и долго-долго наслаждаться этим подарком. Ну, придётся, конечно же, мне распечатывать. И вот сейчас я вам покажу. Оно восхитительно. Ой, ягодные. Написано, лесные ягоды пахнет. Конечно, приятно получать в подарок что-то. И я рада, что у нас есть с вами продавцы пряжи, которые нас с вами радуют. В первую очередь пряжей и с приятными ощущениями, когда мы получаем подарок. Что у меня в руках? Вот именно такой кардиган мята по моему описанию я буду вязать из пряжи для психотерапии, для релакса. Это пряжа с кашемиром. Вот такой вот. Это только сейчас для этой презентации я надела на эту деревянную вешалку. Я уже показывала вам, как я храню вязанные вещи. И сейчас тоже я покажу, как я это делаю. Вот будет связан такой кардиган. Только попросили меня немножко изменить вырез, по-моему, V-образный. Я сейчас могу ошибаться. Вы видите, сколько пряжи я получаю на почте? Вот. Он называется мята, кардиган мяты. Заходите ко мне в инстаграм, если вам нужно это описание. Еще буквально неделю я буду его продавать по этой скромной цене 350 рублей. Там 43 страницы. Подробное описание попетельное, порядное. Каждый ряд описан. То есть вы сели, вяжете, отмечаете на распечатанной версии те ряды, которые связали. И есть видео-уроки, которые вы можете посмотреть, чтобы вам знать, как крепить пуговицы без пришивания. Или как делать вот такие большие красивые шишечки. И все остальное также есть. Все видео-уроки есть в этом мастер-классе. А я напоминаю, что буду ждать от вас названия тех магазинов, которыми вы пользуетесь. Это будет ваша благодарность. Мы узнаем этим продавцам. Ваша благодарность этим продавцам. Мы узнаем о тех, кто выполняет свою работу великолепно. А я напомню, что пряжа, которую я сегодня показывала, была от магазина Филата Браво в Пензе. Что крымская пряжа с Кидмахером была от Мона Лизы. И великолепный у меня в руках хлопок с Кашемиром и что-то еще там в составе был, был от Лаки Лама Вул. Все названия этих аккаунтов вы видели в ленте. Можете возвращаться. Тайм-коды под моим роликом в инфобокс его называют иногда. Или в описании ролика всегда вы можете по тайм-коду найти, чтобы сделать скриншот, поискать в Инстаграм, найти, потом вернуться, может быть, что-то заказать. Вот. Мне поблагодарили за маркеры. Тоже такие заказали. Я рассказала, что в Озоне за 212 рублей заказала 100 маркеров булавок. Вот здесь эти булавки, пожалуйста. И я хотела несколько слов еще сказать, вернуться к благодарности. Вот когда вы пишете добрые слова, вам же тоже все это возвращается. Знаете чем? Я думаю о вас, читаю ваши имена, вспоминаю то, как вы писали, откуда вы. И наверняка все-таки вот эти хорошие мысли друг о друге, я думаю, что нас выручают и помогают, когда у нас иногда не очень солнечная погода в душе. И я по-прежнему желаю вам всего самого доброго. И мы с вами увидимся в будущем. Пока.